Доброе утро, ребята! Сегодня долгожданное видео. Я буду 24 часа вместе с Милешей. Проведу этот день с ней, а вы проведете его с нами. Знаете, я тут подумала, у меня каждый день 24 часа с Милешей, поэтому для меня ничего не поменяется, я от нее никуда не денусь. Посмотрите, Милеша уже проснулась. Ребят, а вы поставьте лайк, потому что, если этот ролик наберет 30 тысяч лайков, то я сниму новое видео с Милешей, оно будет еще интереснее. Я подготовила для вас кое-что крутое. Милеша у нас пока в кроватке, она пробудилась в 9 утра, она как по расписанию каждый день просыпается, да? А мы сейчас приступим к утренним ритуалам, а вы пока ставьте лайк и подписывайтесь. Так, я достаю нашу пеленочку. Кстати, ребят, помните, я убирала и делала расхламление гардероба, но ничего не поменялось. Я пыталась все красиво разложить, но вещей настолько много, да-да-да, сейчас, вещей настолько много, что я вот вечно борюсь с этим захламлением. Я буду сейчас стелить пеленочку на пледик, кормить Милешу, менять ей памперс, смесь я готовлю заранее. Так, пеленочку подготовили. Так у нас проходит каждое утро. Я очень рада, что Милеша уже встает в 2 часа, а не в 6. Это прям супер. Супер. Берем наши памперсончики, потом крем под подгузник, крем для лица, молочную смесь я уже заранее подготовила. И еще нужно протереть ей личико ватным диском. Милеша. Ой, она всегда просыпается очень радостно, смотрите, и голодная, как вы видите, кушает ручки. Но я не буду показывать, как мы меняем памперс, да, я думаю, как бы это не стоит показывать на ютубе. Но видно, что он надулся, и его пора менять, потому что последний раз мы его меняли в 5 утра. Ой, давай кушай. А вот это вот очень сложно, ребят, вот так происходит кормление. С утра она ест не очень, по норме Милеша должна уже кушать 240 грамм смеси. В этой бутылочке 120 мы уже перешли на двоечку для детей 6 месяцев, а на обед мы будем кушать мясо. Вы будете в шоке, она его ненавидит, скажу вам сразу. Ну, пюре из мяса, понятно, не кусочки, а то не шашлык. Так, это у нас крем, личико, и, кстати, у нас сейчас все признаки прорезывания зубов, ребят. Это я вам хочу сказать жесть. Милеша спит беспокойно, спит очень мало, у нее прям все признаки. Капризность, у нее чешется десна, сильное слюноотделение идет, красное личико. Оказывается, из-за зубов даже может быть насморк и типа кашля. Я была в шоке, когда узнала, но у нас все симптомы. И вот так у нас утро, да. Ой, не хочет она есть, хочет играть. Так, Милеша, давай. Ну, если она кушать не хочет, я не заставляю, поэтому, в принципе, докормим минут через 15. Смотрите, как она уже умеет делать. Мы покажем, как мы умеем ползать чуть позже, да, Милеша? Да, и сейчас покажем упражнение, которое мы делаем для присаживания. Сложно ее заставить перевернуться на спинку. Вот так, смотрите, уже сама, сама, сама. Молодец. Давай, давай еще, крем убираем. Присаживайся. Ура! Ура! Не надо, мой палец есть! Вот такие у нас ритуальчики. Все, памперс поменяли, все сделали. Я уже устала, потому что с утра это как-то сложно делать. Мышечок. Давай, мы теперь Милешу отправляем в кроватку. Мы ее уже приучаем к кроватке. Как видите, ночь она спит уже там. Днем пока в коляске. Здесь уже ее игрушка для зубиков, любимая. Включаем мобиль. И сейчас еще достану любимой игрушки Милеш. Тоже накидаю ей в кроватку. Вот, ребята, у нас такая вот шкатулка для хранения. Это вообще далеко не все игрушки. Ее любимый кубик. Держи, Милеша, кубик! Жираф. Короче, сейчас я использую все игрушки, которые можно кусать и грызть. Потому что для зубиков это очень хорошо. Держи, Милеша. Смотрите, она уже пытается вылазить с кроватки. Я не знаю, что будет дальше. Это жесть. Иногда она еще бьется поручни головушкой, плачет, обижается. Ее нужно успокаивать. Мы уже даже ходили на УЗИ на всякий случай проверять голову. Ну, потому что так страшно она постоянно бьется. Да? Да, Милеша? Вот, чуть сейчас не произошло. Я пыталась. Вы скажете, можно ограждать всякими подушками, пробовать. Но она не сидит тогда в кроватке. Ей нужно нас видеть. Да, смотри. Когда я лежу здесь, видите, все закрыто подушкой. Милеша залазит на подушку. Вот так ее руками отодвигает. И очень рада меня видеть. Так, аккуратно головушка. Ну, короче, у нее тут вечеринка. Ну, а пока Милеша так играет, у меня есть полчаса. Надеюсь, что полчаса, да, а не меньше. Заняться домашними делами, выпить кофе. Короче, уделить время себе. Тема похудения для меня все еще открыта, поэтому я опять начала принимать редуксин. Пять лет назад этот препарат помог мне похудеть, и лишние килограммы не возвращались все это время. А потом наступила беременность, я просто расслабилась, начала есть все подряд. Да и сейчас я вообще не соблюдаю правильное питание, потому что весь день провожу с Милешей просто и не успеваю нормально поесть. Ем какую-то сухомятку и всякие гадости на ходу. Почему мне так помог редуксин? Он помогает бороться с чувством голода, ускоряет насыщение, и за счет этого мои порции еды становятся меньше. А еще препарат воздействует именно на жировую ткань, за счет этого уходит именно лишний жир, а не вода и мышцы, которые нам вообще терять не хочется. Редуксин усиливает обмен веществ, за счет этого похудение проходит быстрее, а лишние килограммы не возвращаются. Это я уже проверила на себе, в отличие от всяких бадов, чаев, которые я перепробовала за свою жизнь очень много. Принимать редуксин нужно всего по одной капсуле в день по утрам, что очень удобно. Я купила редуксин в аптеке, но там вам могут предлагать аналог. Нужно брать именно оригинал, потому что он более эффективный и безопасный, и нужно заботиться о своем здоровье. Ну а своими результатами похудения я поделюсь с вами через месяц. Девочки, всем, кто худеет, пора брать себя в руки и начинать радоваться своему отражению в зеркале. Ребят, прошло полтора часа, Милешия уже пора на дневной сон. Первый раз она, точнее, очень быстро устает, и пора уже спадки. Полтора часа у нас на разгуле всякие, и потом спадки. Опять, конечно, я приготовила смесь, опять 120-ку, и мы идем в коляску. Ребят, не удивляйтесь, хотя, я думаю, многие мамочки укладывают детей в коляске. Дневной сон пока еще светло, в кроватке она просто не спит. Да, Милеш, главное ее сразу развлечь и быстро, просто молниеносно подать молоко. Что я сейчас и сделаю так. Все-все-все, все-все-все-все-все. Милеша, Милеша, молочку. Ой, все, она уже успокаивается в таком положении, я ее начинаю укачивать, да? И мы с вами, ребята, встретимся через полтора часика, для вас пройдет секунда. Когда проснемся, мы пойдем в зал, там покажу, как мы сделали Милеше игровую комнату, и будем обедать. Поэтому встретимся очень скоро. А Милеше спокойной ночи, я надеюсь, она быстро уснет, потому что эти зубы. Ребята, Милеша уже проснулась, я была в шоке, но она спала два часа за три дня, первый раз такое. Потому что когда у нас стали резаться зубки, Милеша спала по 40 минут. А в этот раз я уже прям ждала, когда она приснется, и мы продолжим съемку. В хорошем настроении проснулась, видимо, голодная. Сейчас мы немножечко поиграем, нагуляем аппетит. Что ты делал, синий трактор? Ладно, все. И давайте ее положим в нашу игровую комнату. Посмотрите, какую я ей тут зону сделала. Это подушка моя для беременных. Акула нам помогла. И коврик. Все игрушки мы взяли. О, она срыгнула! Срыгнула, срочно убираем. Все пошло не по плану. Хотела сделать красивую съемку, красивый кадр. И на тебе просто воспользуемся салфетками. От этого никуда не денешься. Дети есть дети, да, Милеша? Так, и давайте я покажу вам, какие же у нас есть игрушки. Милеша, может ты покажешь, как ты ползаешь? Я же обещала. Лайфхак, смотрите. Вот Милеша, вот телефон. Вот телефон, запрещеночка. И мы его сюда отправляем. Сейчас она, возможно, поползет. Так, давай еще своего кита. Давай, Милеша, покажи. Смотрите, она уже даже пытается становиться на ножки. И мне кажется, она впервые встанет, чем сядет. Давай, давай, запрещеночка. Смотрите, как ползет. Мне кажется, она встанет за этим телефоном сейчас. Давай, давай. А, нет. Так, 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 так. Еще стараемся. Мотивация. Все дети любят телефон, наверное, с рождения. Игрушки ее не так сильно интересуют, хотя у нас их море. А, ее китенок интересовал, а не телефон. Смотрите. Это мы купили для прорезывания зубиков. И, ребят, давайте покажу вам, какие есть игрушки у нас. Потому что у нас их очень много. Одна из любимых игрушек это вот такой кубик. Смотрите. Он интересен Милене тем, что он шуршит. Его можно хватать, грызть. Она вот это уже все обгрызла. Вот такую штучку тоже из детского мира. Но она ей уже мало интересна. Это более для малышей. Также у нас есть всякие пищалки. Вот такие зайчики, кстати, дорогие и прикольные. А еще на данный момент для нас актуальны вот такие вот грызунки-прорезыватели. Их нужно отправлять в холодильник. Здесь внутри жидкость. И ребенок так чешет свои десны и немножечко охлаждает. Может, лошадку будешь? Смотрите, вот она сейчас прохладная. Только достала из холодильника. И Милеша, по-моему, зашла. Но игрушек, ребят, лайфхак. Ой, точнее, совет вам. Не покупайте так много игрушек. Смотрите, обычно этот прорезыватель и бананчик за 200 рублей против вот эти вот 3000 стоят. Короче, куча дорогущих игрушек. А Милеша выбирает самое обычное. Поэтому я, наверное, пожалела, что столько купила. Может, на будущее будет. Это даже еще не все. У нас куча еще музыкальных лежит в комнате. Короче, я шопоголик. Ну, а пока Милеша играет, я хочу приготовить ей обед. Милеша начала кушать мясо. Первый раз я ей дала попробовать. Уже пора 6 месяцев вводить. Можно индейку, говядину. И я купила такое мясо в баночках. Вы бы это видели. Просто я чуть не страшнила. Я его прекратила давать. Сейчас хочу попробовать по совету многих мамочек. Сделать ее любимый кабачок. И туда намешать уже мясо. Возможно, так Милеша зайдет. Потому что пора уже активно вводить прикорм. А ей кроме кабачка ничего не заходит. Ни брокколи, ни мясо. Только яблочко вот немножко понравилось. И кабачок. Поэтому хоть так может получится ее приучить к мясу. Потому что она только молоко. Это ест тоннами. Да, Милеша? Милеша? Смотрите, играет ребенок. Ничего ей не нужно. Даже без синего трактора. Как-то на удивление. Мы, кстати, купили капельки от болезненного прорезывания зубов. И Милеше они реально помогли. У нее сегодня нормальное настроение. До этого было грустненько. Все, я пошла готовить кушать. Все, ребят. Я подготовила баночки, ложечки, салфетки. Все для кормления. Милеша уже проголодалась. И давайте посадим ее в стульчик. Я думаю, вы смотрели видео, когда мы купили этот стульчик. И многие спрашивали, понравился ли он нам. Пока не могу оценить, потому что мы в нем мало кушаем. Милеша уже вся мокрая, потому что из-за зубиков выделяется слюнка. А про стульчик пока еще не могу судить. Мы в нем мало кушаем. Вот немножечко попользуемся. И скажу точно, зашел он нам или нет. Но по дизайну он мне нравится. Так, давайте сделаем немножечко вот так. Милеша еще полностью не сидит. Поэтому для спинки нужно угол сделать такой. Обязательно пристегиваемся. Будь здорова, правда. Потому что она уже очень активная. И где же у нас... Милеша, давай аккуратно ножки. Ножки вот это, конечно... Смотрите, она уже до пяток пытается достать. Так, что с ротиком? Еще даже не кушали. Обязательно одеваем слюнявчик. А после кормления мы уже переоденемся. Потому что в еде будут все, ребята, даже вы. Я думаю, многие знают, как маленькие дети кушают. Салфетки подготовила. Так, ну, вам будет мешать. Кабачок. Подождите, да. Это кабачок. А то в прошлый раз взяла брокколи. И мяску. Вы, кажется, пропустили. Милеша вместо мяса и кабачка чуть не съела свою пяточку. Так, ну, давайте попробуем. Вот такое мясо у нас. Это цыпленок на этот раз. Шести месяцев. Он чисто как паштет. Запах, кстати, нормальный. Смотрите, она пятку поднимает. По-моему, пятка интересней, да? И кабачок. Для начала давайте покажу, как Милеша зашел кабачок. А-а-а. Нет, я покормлю. А-а-а. Кабачок ей нравится, потому что, когда не нравится, она прям... Вы поймете. А-а-а. А-а-а. И давайте попробуем мясо. До этого я давала говядину и индейку. Это цыпленок. Ой, салфеточка. Давайте попробуем дать цыпленка. Может, зайдет ей. А-а-а. Ну, вы поняли, да? Она его даже жевать не хочет. Что это такое? Ну, Милеш, ну это же цыпленок. Ладно, давайте сделаем вот так. Пару ложечек цыпленка. Даже одну ложку, одну ложку. Милеш, ну все, не буду давать мяско. Говядина не зашла. Индейка не зашла. Поэтому я одну ложку цыпленка смешаю с кабачком. Давайте так попробуем. И потихонечку будем ее приучать к мясу. А-а-а. Это кабачок. А-а-а. М-м-м. Как вкусно. Мяса нету. О, так вроде более-менее. Да что такое? Там одна ложка на целую банку. Еще. А-а-а. Угу. Мама, рука жопу тебя, прости. А-а-а. А-а-а. Ну как, Милеш, мяско нужно кушать. Вкусно? А-а-а. Так, ладно, ребят. Вот такое у нас кормление. Ежедневная рутина. А-а-а. Ребят, это долгая процедура, поэтому мы с Милешей сейчас покушаем, потом переоденемся и отправимся на прогулку, потому что пора уже нам гулять, а то скоро уже спать, опять кушать, а мы еще не погуляли. Поэтому увидимся с вами через секунду. А меня ждет еще вот это. Не люблю я честно кормить, это очень долго. Милеша постоянно протестует и срыкивает, поэтому встретимся через секунду. Кабачок летит. А-а-а. Ребята, мы собираемся на улицу. Это жесть. Сложное у нас всегда одевание. Посмотрите, как она просто уползает от меня. Милеш, ну пожалуйста, одевай медведя своего. Я накупила, как вы знаете, много костюмчиков Милеши, но мы сегодня одеваемся тепло, потому что на улице достаточно ветрено. Сначала ручки. Не любит она одеваться, особенно теплые костюмы. Скоро уже будет лето, будем носить платье красивое. Так, вот это прям самое сложное. Руки, ноги, все впихнуть. Для меня это самое сложное, надевать этот комбез, потому что, чтобы не задеть ножки Милеши, нежную кожу. Ах, как сложно. Давай ручку, Милеш, ну пожалуйста. Ну давай аккуратненько. Ну пожалуйста. О, все. О, боже. Со стороны, наверное, это выглядит странно. Бытое мучая ребенка. Но что поделать? Нужно еще тепло одеваться. Я и так носочки не одевала, только этого медведя. Мне уже жарко. Мы это сделали, ребята. Для меня это реально самый сложный процесс. Милешу покормили, памперс поменяли. И теперь отправляемся в коляску и встретимся с вами уже на уличке. Нужно не забыть соску, потому что я вечно забываю. И она ест свои кулаки. Ребят, мы вышли на улицу и посмотрите на Милешу просто. Она бьет руками. Она просто хочет вылезти из этой коляски. Но когда мы ее кормили перед прогулкой, как обычно, она уже засыпала. Только вышли на улицу, все. Хотя нет, посмотрите, закрывает глазки. Что это у тебя тут? А я думаю, молодец. О, срыгнул ребеночек. Что такое? Шапочку поправляем. Хорошо, что нет солнца, потому что когда солнце, она не засыпает. Все. И сейчас, ребята, мы будем гулять, укачивать Милену. Обычно мы ходим на прогулку, чтобы она поспала. Да, Милеш? Медвежонок. Посмотрите просто. Как вы думаете, она уснет? Делайте ваши ставки. Я вам потом скажу после прогулки. Милеша. И солнце как раз вышло. Та-дам! Короче, наверное, мы сейчас пройдемся минут сорок. И если она не уснет, то пойдем домой. Ребята, у нас уже вечер полдевятого. Именно в это время Милеша уже ложится спать. Мы ее укладываем. Смотрите, я приготовила пледик. Подушку. Но она, как видите, еще вообще не в одном глазу. Но мы соблюдаем режим, стараемся его соблюдать. Поэтому с полдевятого до девяти я ее буду вот так укачивать. А вы, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие ролики вы еще хотите видеть с Милешей. А я пойду выключать свет, потому что вот так вот она точно не уснет. Смотрите, она заигрывает, да? Лайки ставьте. Все, ребят, пока-пока. Мне удачи уложить Милешу, потому что с этими зубками я уже не знаю, чего ожидать.